Краткое содержание предыдущих серий. Мы говорили о божественном плане при создании претворения и цели человека. Последний параграф, который мы читали, пытался на примере объяснить нам, как это так, с одной стороны, Всевышний, Он все может, как бы ему ни к чему, но тем не менее, Он создал человека для того, чтобы тот был ему партнером. Это был пример в чем-то, когда мама дает ребенку поручение участвовать в его представлении, но тот участвует на полном серьезе, и действительно, его часть приготовления, чем-то она серьезная, потому что он действительно сделал все, что приложил усилия. В общем, это аналогия на человечество, которому, с одной стороны, вроде бы из общих соображений, мы Богу не нужны, он сам может все сделать в мире. С другой стороны, он хочет, чтобы мы участвовали, были партнером по творению. Это такой какой-то, две стороны одной медали. Это воспринимать иногда трудно, но я думаю, вот эта аналогия, она немножко дает понять счастье. Как это может человек, от человека требоваться быть партнером Всевышнего творения. Зачем ему это нужно? И этот вопрос мы всегда постараемся по-новому осмыслить, каким образом мы являемся партнерами, на разных примерах. На разных уровнях, да. Ты будешь читать? Да, тогда почитаем. Наверное, я начну, и дальше по очереди. Да, во время можно перебивать, если что-то не поняли, задавать вопросы, что-то добавлять. Тут короткие отрывки для погружения, размышлений и обсуждений. Итак, следующий отрывок называется «Пылающий факел или два камня». Огонь стоит в основе человеческой культуры. Коля, Итпадхута, все технологическое развитие в нашем мире, в его основе лежит огонь. Интересно выяснить взаимоотношения между различными культурами, отношениями различных культур к тому факту, что человек овладел огнем. В греческой мифологии, например, появляется Прометей как тот, кто украл огонь у богов и дал его людям. Мифология видит в действиях человека нечто вроде соревнования с богами, как бы что-то вроде греха против них. Я от себя добавлю, то есть имеется в виду, что боги не заинтересованы, согласно греческой мифологии, в продвижении человека. И чтобы любое развитие человеческое, оно как бы идет наперекор богам как соревнования или как грех против них. И это мы видим как раз из вот этой истории о Прометее, ворующем огонь у богов. И также мы нашли в технологическую эпоху наших дней что-то вроде ощущения скрытой вины по отношению к божественному от самого успеха человека. Да, вот здесь, мне кажется, нужно остановиться. Что значит вот эта вина по отношению к прогрессу? На самом деле, в ходе общения с разными людьми, разных идеологий, у многих я встречал такое, что в прогрессе видят какое-то зло. Даже в самом человеке видят какой-то там, не знаю, вирус. Да, вот эта вот идея такая, что в природе все оно так совершенно, как это, пасторально и так далее. Да, человек... Гармонично. Да. Человек, там прогресс, а некоторые говорят, что даже сам человек, да, это вот что-то такое, что нужно преодолеть, вернуться в природе. То есть вот это само развитие, чувствуется в этом какая-то скрытая вина. Мне кажется, вот это вот имеется в виду. Да, да, да. Может быть, этим ощущением скрытой вины где-то отчасти объясняются всякие нападки на технологические достижения. Это очень часто встречается. Как бы вся эта кампания по устранению загрязнения, которая как бы решает планету, да, глобальное потепление. Во-первых, я не знаю, насколько это доказано, но все эти кампания направлены на то, чтобы как бы закрыть фабрики в прикрытии на самолетах, срезать вот это развитие технологий, умереть его. Но на самом деле, с другой стороны, тоже есть некая опасность в развитии технологий. Атом тоже, так сказать, несет все к нему к этой опасности. Но мне кажется, обычно преувеличивает опасность, которая в ней есть. Любая там катастрофа небольшая, ну, то есть в области атомной энергии, вот сразу говорят, какой ужас, какой кошмар. Столько вот жертв они приносят, это как бы раздувается вне пропорции. Я не хочу уменьшить размер катастрофы, но катастрофа там бывает, какой-нибудь цунами, который приходит от природы, оно ничуть не меньше жертв за собой влечет. Может быть, я просто хочу сказать, может быть, это происходит из-за ощущения вот этого вины, который эксплуатирует этот греческий миф, то мы вообще-то не должны этим были владеть, это нам не положено, мы как бы это украли. Я даже не помню в какой-то, я сейчас не могу вспомнить в какой-то книге, я помню у Стругацких где-то, есть такой персонаж, там, чего вы лезете, чего вы рассматриваете, чего вы исследуете, залезаете в тайну природы, там, физики, математики и так далее, надо проще быть, ближе к природе, зачем любопытство, вот такой вот такой персонаж, и он типичный, не просто так, они вывели довольно типичный такой подход. Добрый вечер, можно слово? Да, конечно, Петр, да. Прошу прощения, у меня есть немножко другой взгляд на этот момент, и я хотел бы с вами у вас поинтересоваться, может быть, вы сочтете его неверным и меня исправите, но ведь технологии и все прочее нам дарует Всевышний, и он нас приводит, открывая нам глаза на те или иные вещи, он нас приводит к лечению каких-то заболеваний или к созданию каких-то транспортных средств для того, чтобы мы большего могли в жизни достичь за более короткий промежуток, то есть переместиться за два часа туда, на дорогу, куда раньше потребовалось бы, например, несколько недель или месяцев, вот, поэтому я думаю, что мы не совершенно верно, я не думаю, что мы способны физически, я не думаю, что мы способны нанести вред самим себе, потому что Всевышний изначально нас сделал такими, чтобы в нас боролось зло и как бы тьма и свет, но свет всегда все-таки он будет побеждать, я верю. Нет, вы совершенно правы, конечно, это то, что Равшаги говорит о греческом взгляде, о греческом эпхологии, которая вот видит в этом прогрессе грех человека, и она не то, что взялась ниоткуда, это есть какое-то подсознательное ощущение, может быть, это мне не положено, но на самом деле вы совершенно правы, это то, что Всевышний и это иудоист говорит, он дает человеку эти опции, с другой стороны, стопроцентной гарантии никто не даст, то есть мы, смотрите, есть в Танахе такое, царя Ежиал, по-моему, если я правильно призначу, имею в виду, я все допутаюсь, которому предсказали, что он спокойно умрет в собственной постели, а он ввязался в войну с фараоном, который вообще, говоря, мог спокойно совершенно не ввязывать, и там его убили. то есть на самом деле Всевышний не приговорил к такой смерти, если 120 лет жизни, а он решит покончить с собой, прыгнет с небоскреба, он разобьется, ничто не гарантирует нам, мы должны делать правильный выбор по жизни, и тогда мы надеемся, что человечество не будет, действительно, будет спасено и будет все хорошо. Тут один момент есть такой, можно еще слово сказать? Да, да, Прошу прощения. Вот смотрите, много раз были такие вот моменты, у меня есть проблема, не могу бросить курить, ну такая бытовая, и ну действительно не получается, вот не хватает, как говорится, силы воли, но каждый раз, когда я намереваюсь, первую спичку, первую зажигалку Всевышний тушит всегда у меня. Вот это, вот это я могу сказать, это, ну я не воспринимаю это как чудо, я просто, ну я вижу это, как это происходит. Первый раз, когда я решил бросить курить, да, но я когда ломаюсь, у меня не хватает на это силы воли, все же первую спичку Всевышний всегда тушит. Вот я не знаю, почему так происходит, или зажигалка не срабатывает. Это интересно. Я не знаю, почему так происходит, но я говорю к чему, что все же он нас поддерживает, но нас поддерживает до той меры, когда, чтобы эта поддержка не граничила с давлением на нашу волю. Это у вас руки дрожат от волнения, поэтому тухнет спичкой. Наверное, наверное, да. Вы чувствуете, что вы делаете что-то неправильное, и в вас это сказывается, да, то есть это очень часто проявляется. Нет, наоборот, проявляется поддержка. Ну вот я говорю, да. Впрочем, я не знаю, мы дойдем до этого? Мы дойдем до этого сегодня или нет? Как раз это интересное развитие в том направлении, когда он находится в диалоге с Богом, он должен уметь читать эти намеки. Да, про послание Всевышнего тоже сегодня у нас будет, если мы дойдем. Так, ну хорошо, продолжим немножко. Однако в Медрашах наших мудрецов отношения к огню совершенно другое. Медраш Берешит Раба 11.2 рассказывает историю, разрывающую сердце об Адаме Решоне, который сидел в темноте на выходе Шабата и плакал от опасения, что, возможно, вместе с тем, как опускается тьма, мир вернется в тоу-ва-воу, да, в первозданный хаос. Я заглянул в этот Медраж, да, оказывается, что Адам, как известно, был сотворен вечером, точнее, или днем, там, в пятницу, да, перед Шабатом, и потом, когда наступил Шабат, вот эта первая ночь, она была светлая, тьмы не было, то есть вот этот первый день, он насчитывал 36 часов, то есть день пятницы, потом шабатная ночь, и потом еще целый шабатный день, и потом стала наступать тьма, да, когда вышел Шабат, это была самая первая ночь, которую увидел человек, да, и вот он сидел и плакал, он не знал, что эта ночь кончится, да, он видел, что сгущается тьма, и он думал, что земля, из-за его греха, вся реальность может погрузиться вот в первозданный хаос, и что же сделал Всевышний, он протянул ему два камня, и сказал ему по три один на другой, и из этого вышел огонь, в этом, из этого Медраша мы учим две вещи, первое, что есть симпатия между Творцом и Творением, да, в противоположность греческому мифу, где там нужно украсть, да, они против, там будут протестовать, здесь наоборот, есть контакт, есть симпатия, Всевышний заинтересован в успехе человека, и второе, Всевышний не дал человеку пылающий факел, но научил его каким образом зажигать огонь своими силами, Бо Фензе льет шутак и таким образом стать партнером Творцу. Вот такой интересный отрывок. Ну да, это как бы продолжает идея партнерства. Медраш, да, во-первых, он отрицает подход противостояния Бога и человеку, человечеству, а во-вторых, утверждает. Как у греков, да, и поэтому нету вины, потому что вот в иудаизме я не встречал такого борьбы с прогрессом и так далее, поэтому нет вины этого человека. А с другой стороны, наоборот, то, что он не просто ему помогает, а дает ему возможность самому развить технологию, начать прогресс, извлечь огонь, это очень символично, потому что вначале Жираф сказал, что вся цивилизация базируется на огне, и поэтому это... Тут есть проблемы с логикой, потому что во время творения уже были и день, и ночь, и установлены светила, которые ночью, которые днем. Это медра. Ну да, я просто говорю, должна быть какая-то логика, она, конечно, может быть такая, как бы сказать, мифологическая какая-то, что вдруг один день был такой, и вдруг стало такое. Но в принципе вопрос-то не о том, а вопрос о том, зачем Всевышнему это все нужно было. То есть не то, что он помогает, и что он, да, что раз уже человек отсутствовал, раз он уже мир создал, так он старается, так сказать, его поддержать. а вот зачем ему нужно было это, так я понял, вопрос стоит, да? Вот, вот пока мы до него не дошли. Нет, он как раз это ответ, потому что он хочет, чтобы человек был его партнером. Зачем? Вот вопрос в том, зачем он сам все может сделать, зачем это нужно? Ну, об этом мы говорили в прошлый раз. Конечно, до конца эту логику или это представление, мы не можем встать на его место. Как говорится, если бы я его понял, я был бы им, да? Почему? Можно ответить на этот вопрос. Это не проблема. Можно ответить. И вчера, в прошлый раз мы отвечали, да? Но все равно никакой ответ, вы согласны, Миль, что никакой ответ не исчерпает эту тему, потому что... Почему? Это чисто такой метафизический вопрос, который получает исчерпывающий ответ. То есть, есть причинная связь. Очевидно, без человека в семье не может существовать. То есть, это есть необходимость его существования. Это, как раз, совершенно... Я, извините, это нельзя так сказать. Я думаю, что вы имели в виду что-то другое, потому что все это, с катерамбом и так далее, его существование, у него нет никакого ничего, что его мешает или из чего оно следует и так далее. В этом смысле совершенно оно обособлено и самостоятельно. Мы вообще до его сущности мы не можем ее осознать. Другой вопрос. Когда мы спрашиваем, для чего был создан человек, есть ответы, например, Рамхали, классический ответ, да, хлеб, стыда, чтобы он мог заслужить то, что добро, которое он получает, это прекрасно знает, он дал ему некоторые заповеди, чтобы он участвовал в творении. На самом деле, это не исчерпывает. Этот ответ тоже легитимный вполне, но он не исчерпывает ситуацию. Им есть много сторон, много подходов. Я говорю о логике, логика требует необходимости. Это есть то, что называется паттическое утверждение, то есть это необходимость. Это человеческая логика, которая в нашем мире. У нас другой нет. Вот именно, но мы должны понимать, что она не обязывает Всевышнего. Если мы хотим ответить на этот вопрос, то при всем при том Всевышний, раз он, это получается некий атрибут такого, его качества, то есть он творит в мире, он навременно творит человек, он без этого, он не может как бы существовать или мира не существует без того, чтобы его Всевышний не существовал. То есть как бы это в обоих направлениях общая зависимость, то есть необходимость. То есть Всевышний не может быть без человека. Мы должны сделать такое утверждение. Понимаете? Это греческое утверждение, да? Ну, не почему, это не греческое утверждение, это просто человеческая логика, которая, если мы не будем удовлетворять, то мы, так сказать, нарушаем законы суждения просто. Это ограниченная логика, да? Тот Всевышний, который зависит на человека, он ограниченный, Всевышний маленький, да? Я не понимаю, даже логику. Если мы задаем вопрос, если мы задаем вопрос. Я родила ребенка. Я могу его родить, могла не родить. Теперь ребенок вырастает и говорит, без меня твое существование. Это вы говорите, я понял вас, это вы говорите о себе лично. Не важно. Но человечески, я кого-то создала, да? Это очень важно для меня родить, дать что-то. Не важно, это может быть картина или произведение искусства. А потом кто-то придется, скажет, ну, без этого оно ничего не стоит. Если бы она не родила детей, то мне самой никакой, ей не нужно существование. Она не могла бы существовать без этого. Это нелогично. Это даже применение в человеческому миру нелогично. Если кто-то что-то создал, это не означает, что без этого он не существует. Это его плечко, это Бог нужно. Даже это вопрос. Как это Всевышнему что-то может быть нужно, когда он энцов. Здесь нет абсолюта. Вы только часть, а не целая. То есть человечество не может существовать без того, чтобы не рождать, потому что оно вымерет. То есть кто-то должен рождаться. Это я просто привела пример, что эта логика не обязательна. На самом деле, кроме всего прочего, мы никак не можем по всем мнениям знать ничего о божественной сущности. Мы задаем логические вопросы, или мы отвергаем возможность ответить на него, или мы отвечаем логические вопросы. Давайте продолжим. Не знаю, в этот раз или в следующий Рафшерки будет отвечать на этот вопрос. Хорошо? Хорошо? Вот это то, что вы сейчас сказали. Продолжайте. Нет, может, сегодня мы до этого не дойдем? Но действительно, это интересно, потому что этот вопрос он задает и отвечает на него. Может, в следующий раз приглашаем вас не покидать? А корот с утра ты хочешь, чтобы я прочла? Да, думаю, по очереди. А корот это познание, признание, понимание, взаимодействие, противоречившее понимание, поведение. В книге Нефиш Хаим, ну, душа живая, видимо, но это не стоит переводить, наверное, в третьем разделе. Раф Хаим Воложин говорит, что в иудаизме есть два противоречия друг другу, познание, как бы, противоречия, которые существуют одной рядом с другими. С одной стороны, мы говорим, что все это божественное и что Всевышний находится во всем. Как сказано, молекула арт-спудок наполняет, наполнена вся земля его славой в книге Ишияо и нет места свободного от него, как сказано в книге Зоа. С другой стороны, тот же Бог, который сказал, что он находится во всем и что все едино, также он сказал, что есть различия между добром и злом, между нечистотой и чистотой, что есть иерархия ценностей, но нет противоречия между этими вещами. Вместе с тем, что признание, что все свято в своем кульне, от нас требуется знать, что есть ступени святости, есть святость и есть будничность, есть нечистота, есть чистота, ритуальная чистота имеется в виду. И человек, а может быть имеется в виду не только, может быть, духовная тоже чистота. и человек должен преодолеть свое желание, чтобы увидеть божественный свет реально просто во всем. Потому что, если не так, не будет никакого морального продвижения в мире. святости, где здесь логика? Это две противоречащие вещи. С одной стороны, мы знаем, что все исходит из одного корня, из одного корня святости, и все управляется всему. И он, в общем-то, находится всюду в мире той или иной степени. С другой стороны, несмотря на все это, мир у нас устроен сложный, иерархический, есть там добро и зло, иначе мы не будем бороться со злом, и мы приравняем преступника правильному человеку, и не будем знать, что хорошо и что плохо. А задача человека в этом мире построить моральное общество, и это то, что Всевышний на нас возложил. То есть, наоборот, наша задача разобраться, что добро, а что зло. Как раз тема прошлой недельной главы Корах, который говорил кулам к души, все святы, и не отрицал иерархию как раз. Да, это вот интересно, потому что в каком-то смысле Корах безусловно прав, но вот нельзя, тут есть всегда две стороны, два понимания, два осознания, и если ты только одно берешь, то исчезает святость из мира. Если ты говоришь есть добро, есть зло, все в мире как бы действует по природным законам, и люди, природа, и мы должны только на них ориентироваться. Тогда ты разрываешь связь между миром и свято. а если ты говоришь, что все свято, то тогда оказывается, что нет высших и нет низших и нет добра, нет зла, и все хороши, и все к ангелам это вполне применимо. Это как раз мы к ангелам это вполне применимо, что как бы противоречащие друг другу две вещи нужно осознавать одновременно. Вообще есть много таких вещей, которые чисто логически они действительно не решаются. есть решение, ты можешь найти гармонизирующие объяснения, тем не менее очень важно с одной стороны понимать, что они не согласуются, а с другой стороны что обе стороны важны. На мой взгляд, конечно, можно объяснить иначе. Как вы думаете, Андрей? Ну, мне кажется, это как сообщающиеся сосуды, если один они вместе, один поднимают, то начинает перетекать вода. Если они на одном уровне, то никакого движения нет. Поэтому как раз эта иерархия установлена для совершенствования, для продвижения. Если все святые, это то же самое, что начинается с того, что все свято и заканчивается ничего святого. Если нет вопросов и мнений, тогда двинемся дальше. Так, следующий отрывок. Что между первым и вторым стихом в Торе? Царих Леудотли Мадан Абрити нужно поблагодарить британского ученого Стивена Хокинга, который в своей бестселлере, книге бестселлера Тохнид Гдула Великий План, как-то можно перевести название книги, освободил наконец-то теологию от науки. При этом он, как бы не собираясь сделать этого, он освободил Бога от того, чтобы ему быть решением математического уравнения. За это ему нужно быть благодарным, что он вывел Бога из такого низкого положения, как решение уравнения. Это против того, что говорит Димит, кстати. Если мы логически докажем его существование, то это оказывается действительно некоторый низкий уровень. Это пора Рафшерки. Да-да, как раз вот в этом отрывке Рафшерки дает ответ, вот это утверждение, которое озвучил Эмит. Ну, давайте посмотрим. Представьте себе уравнение, ответ которого Бог равняется Х. На данный момент есть ученый, который говорит, что Бог выше человеческого мудрости. Он не существует с нашей точки зрения. Человеческая мудрость не нуждается в Боге, поскольку Мишум Шереша, поскольку возможно, согласно его мнению, объяснить, как мир возник из ничего, из самого присутствия силы гравитации. Я как-то так понял. Тут немного сложно. с помощью гравитации она привела к созданию. То есть сила гравитации она изначально по его гипотезе? Видимо, да. И его причины и всему остальному. Видимо. Кто лучше знает физику, вовсе Хокингтонс, другие ученые. хокинга? Может, нам помогут? Да. Наверное, нет. Кломар эйнех реах сихли, то есть нет рациональной необходимости утверждать, что есть первопричина его возникновения, то есть возникновения мира, насколько я понимаю, согласно утверждениям древних философов. Так, то есть древние философы утверждали, что есть причина мира. Я не знаю. Это предложение построено странно, что согласно утверждения философов. Может быть, можно прочесть так, что они утверждали, что есть первопричина, а можно утверждать так, что мир кадмон, то есть не было никакой первопричины, он всегда существовал, тоже было. То есть Хоккинс утверждает, что никакой первопричины, то есть сознательного какого-то интеллектуального, неважно, личного импульса для мира не требовалось, он создался сам. И это объединяет учение о мудресов кабалы. — Извините, спрашивает Фёдор. — Видимо, предполагается, что гавитация была была, я не знаю, я физически нехорошо понимаю, она как бы всегда существовала, а мир со всеми её структурами, звёздами и прочими делами возник на её основе. Ну, это я предполагаю, потому что я не знаю теорию Хоккинса совсем. То есть это где-то перекликается с теорией, что мир был извечен, от которой современная физика отказалась, тем не менее что-то было до большого взрыва, которое к нему привело. — Извините, тут очень много, я не знаю, что нас интересует методологических ошибок. То есть понятие Всевышнего задаётся второй, прежде всего, она не наука или ещё чего-то. — Это конечно, это конечно. — То, что, так сказать, это всё научное представление Всевышнего или такое натуралистическое, оно, в общем-то, вообще никак не проходит. И то даже дело не в самом создании, это необходимость опять-таки обращаясь к этому понятию, поскольку наука не может объяснить, почему человек должен быть нравственным. — Понимаете? — Вы совершенно правы. — Вы совершенно правы. — Вот так что только… — Но здесь не в этом вопрос. Здесь вопрос не в этом. Вопрос в том, что до сих пор есть всякие попытки доказать, что наука может доказать существование Бога. Как мир возник, если не было автотворения? Это не связано. Наша вера опирается на туру. Вы совершенно правы. И соображение о том, что мир должен быть моральным, тоже из науки никак не следует. — Если согласиться на философском, то надо как-то продвинуться немножко уже от древности. То есть, по крайней мере, взять канты и посмотреть по антиномику, посмотреть, как работает наше сознание вообще. — Ну, все верно. Это же другая тема. Понимаете? Он совсем не это хочет сказать. Он с этим не спорит совершенно. Он не собирается вообще разбирать вопросы о том, какие могут быть соображения, понимание Бога, в том числе. Он говорит, что, в принципе, это неверный подход считать, что Бог может быть решением какого-то уравнения, какого-то логического заключения. — Ну да, я с самого начала и сказал, что это… — Он в частности приводит пример Хокинса, который в частности, это не вообще, а в частности сотворение мира он отделил от необходимости, как бы, что мир необходимо считать нам с точки зрения науки, что он сотворен Богом. Но это во всех угластях. — В самой теории есть, на самом деле, ответ, я считаю, то есть это очень просто. То есть написано, что если говорить не о симметрии, а как бы подражании человека Всевышнему, можно выйти обратным путем. Сказано, что нехорошо человеку быть одному, значит, нехорошо Всевышнему быть одному, можно тоже сказать, да. Значит, человеку нужна помощница женщина, всему ему нужен помощник Израиль, да. — Ну, конечно, мы с вами согласны. — Симметрия — это есть… — Вы понимаете, что вы говорите о другом. — Конечно, вы правы, но вы понимаете, что вы говорите о другом сейчас. Не о том, о чем говорит сейчас Рафшик. — Ну, это я понимаю, что не о том, да. Я просто говорю, что… — Да, конечно. Мы в таре можем найти много чего, да, это правда. И много объяснений того, для чего Бог создал человека. — Продолжим. — Да. — И это объединяет его с методикой мудрецов Хаббалы в их главе с Иризалем, согласно которой мир возникает не как продолжение действия, продолжение божественного действия, но благодаря устранению божественного, то есть цумцума, да. То есть мир возник, когда Всевышний исчез. — Да? — Редукция божественного света. — А, редукция, да, есть такое. — Клумар Абурет Барахмис Алекетуро. То есть благословенный творец устранил свой свет, эйнсов, и в силу этого возникла реальность. Да, то есть это как раз вполне объясняет вот то, что логически там или путем каких-то уравнений, опять же, наука, да, рациональная, пришла к тому, что Бога нет, и они правы, да, в том мире, в котором они способны исследовать, его действительно нет, потому что как раз устранение Бога, оно и привело к возникновению мира. — Фактически Хоукинг читает Тору, начиная со второго стиха. — Земля была тоу-ва-воу, и тьма над бездной. — Это тоу-ва-воу организовалось и стало еши, стало сущим. Да, то есть, видимо, вот это вот первозданный хаос — это и была вот эта вот первоматерия, да, возможно, которая потом сама уже как раз вот стала организовываться. То есть это вполне совпадает. — Из исчезновения всякой формы появилась форма. — Почему же он, то есть Хоукинг, игнорирует первый стих Торы «Берешит барай лукима» — «Вначале сотворил Бог». Ответ очень простой, потому что без Торы мы бы не знали первого стиха. Второй пасук можно узнать разумом, согласно мудрости. Но то, что сказано в первом стихе, было бы невозможно узнать без раскрытия Творца. И это объясняет, почему Всевышний ему пришлось раскрыться на горе Синай. Если бы Бог был необходимым порождением научной мысли, мы бы… — Мы бы могли ему, как сказать, задать сложный вопрос. — Да, мы бы могли Всевышнему задать сложный вопрос. — В чем ты увидел необходимость для раскрытия? Ведь мы знаем о твоем существовании. Это написано в наших книгах по алгебре. — Мы бы знали, что ты существуешь, поскольку ты решение уравнения. — И теперь нам понятно, почему ты решил раскрыться. Потому что никто не узнал бы о твоем существовании. Поэтому была необходимость, чтобы ты раскрылся на горе Синай. И поэтому первый стих Торы необходим. Очень интересный, но довольно непростой отрывок. — Есть какие-то вопросы или добавления? — Жаль, Натана, нет. Он был начать в России. — Я тут, честно говоря, не понял, как понимается этот первый фасок. Классическое понимание говорит о том, что речь не идет о времени, Берешит. Речь идет о структуре, что во главе Всевышний поставил противопоставление неба и земли, во главе своей конструкции, во главе строения мира. Это совершенно не говорит о временном порядке. — Но есть несколько комментариев. У того же Раши есть несколько комментариев на то, что такое Берешит. Первый его комментарий, с чего он начинает, это ради чего-то. Берешит. Ради чего? Не земля и небо даже вообще, а ради Израиля, который нас нарешит и так далее. — Это уже не Фшат, это уже более азийский. — Ну, он так. Раша... Раша приглашает свой комментарий Фшата. И это первое, что он говорит. Потом он говорит второе, ну а дальше, почему не надо было начинать с Берешит, чтобы потом народы не говорили, что это земля их. Ну, это другое совсем. Но есть совершенно разные понимания того, что означает Берешит. И Берешит, например. И еще такое Брия, что это выведение снаружи. Бар — это тот, кто как сын. Ну, или кроме, да. — Это, например, Маманиту, он подробно это разбирает, да. Что это именно и говорит о том, что мир был создан как бы вне Бога, он забрал оттуда свое присутствие. Это то, что нам говорит Каббала, но на самом деле это можно вывести из первого стиха. Но там очень много разных пониманий. Не то, что против, я хотела сказать, против вашего понимания. Конечно, оно тоже существует. Но есть разные. — Ну, это да. Грамматика, корень слова Решит — это Рош. А есть другое слово, которое означает начало времени — это Тхала. — Да-да-да, но это не то, что Раша там говорит, но он объясняет по-другому. Он объясняет, что Раде определенные цели. — Ну, хорошо. — Вот эта цель, она уже говорит о ком-то, у кого был замысел, да, что уже точно нами не познаваемо. Мы видим последствия вот этого сотворения, да, и то как бы наука там доходит только до какой-то грани. То, что у того, кто вот это все сотворил, во-первых, была какая-то воля, у него еще была какая-то цель, да. То есть речь идет о совсем непознаваемых каких-то вещах нами, о которых мы бы совершенно никак не могли бы дойти своей логикой, если бы не было как раз вот этого откровения, которое нам и сообщило, что есть что-то за пределами познаваемого. Рада нам в откровении. То есть без Тары мы как бы до этого не дошли бы никак. В отличие от какого-нибудь Лайтмана, который говорит, что Каббала — это наука. Непонятно, из каких соображений наука могла бы прийти к идее Цимсума, например. Мне совершенно не понятно. Да, но когда уже есть Цимсум, о нем все знают, да, и всем кажется, что это логично, да. Но тут вопрос в том, что до откровения знал ли об этом кто-то или нет, мы это уже проверить не можем. Мы знаем, что все вот эти идеи, там, Творца и так далее, они уже есть. Но мы уже живем в мире после откровения. Да, да. Извините, есть вопрос. А зачем противопоставлять Всевышнего и науку? Это не противопоставление, нет. Он просто говорит, что из науки не вытекает идея Всевышнего. Мы не можем это вычислить, не можем это доказать. Ни физика, ни математика, ни химия. Нигде она, так сказать, в очень упрощенном виде, как говорило в Советском Союзе, вот космонавты на Луну летали, и Бога не видит. Нет, доказательства же есть в том, что все силы с одной точки идут. Какие силы? Ну, само, как это называется? Где старые, откуда мы могли бы знать о существовании Всевышнего, о том, что Он сотворил мир, если бы Он сам нам это не сообщил? Возможно, есть такая интуиция, но это, в общем, совершенно не очевидно, совершенно непросто. То есть, есть метраж, например, который говорит про Авраама, что он, да, он решил, что если в мире есть система, кто-то ее управляет. Но, опять же, совершенно… Второй метраж говорит, что Авраам… Третий, второй, третий. Один говорит, что он пришел к познанию Всевышнего в четыре года, а потом другой метраж говорит, что он пришел к познанию Всевышнего в сорок лет. То есть, есть различия между тем, как человек приходит к мысли о Боге в разном возрасте. Вот более взрослый человек понимает, что наука ничего не доказывает, что невозможно доказать его существование. Только откровение может нам сообщить о его существовании. Да есть, пожалуйста, я просто слово забыл. Сейчас, минуточку. Я прошу прощения, что вас останавливаю, я просто забыл слово. Ну, может быть, вы потом вспомните и скажете? В принципе, продолжайте. Возможно, есть и другие идеи. Когда одно… Извините, когда один какой-то… Как сказать… Процесс объясняется словами другого процесса. Скажите мне это слово. Я не очень понимаю, о чем речь. Да. Ну, допустим, когда там врач пытается там, не знаю, солдату объяснить, в чем его болезнь, языком солдата. Аналогия? Почти, нет. Ну, смотрите, вообще говоря, можно и на… Я не уверена. Конечно, есть логика и в том, чтобы сказать, что можно в мире увидеть Року Всевышнего. Я не возражаю. Есть эта логика. Но Раф Шерке, он делает упор именно на науку. Вообще говоря, вот, трогай логикой научной, мы не можем доказать его существование. Хотя много соображений у человека склоняют его к тому, что Бог есть. Его лично религиозный опыт, его стремление к справедливости, его стремление к морали и так далее. Это да. Но это немножко другое. Это не научная доказательность. И для него очень важно сказать, что без возможности осознать логически или поставить Бог как решением какое-то уравнение, загнать его в какие-то рамки, мы вообще бы не могли прийти к идее божественной. На самом деле Раф Шерке возвращается к этому и в других местах часто очень. Что эта идея не очень естественна для человека. И что без откровения она бы не могла, так сказать, захватить мир. Ну ладно. Тем не менее, может быть, и другая точка зрения, конечно. Давайте я продолжу, да? Интересно, что я как раз на этом тоже говорила на прошлом недельном разделе, касаясь прошлого недельного раздела. Речь – это корень всего сущего. Это уже второй раздел книги, да? Первый, который назывался «Бог, мы прочитали». Второй, который называется «Речь и пророчество». Пророчество. Оригинальное значение понятия «речь» нами забыто. В современной культуре речь – это всего лишь некоторый инструмент, чтобы передавать информацию. До такой степени, что мы уверены, что оружейная пуля может поразить больше, чем речь. А реально мы должны знать, что речь – это корень существования всего мира. И, как сказано в Псалме, в 33-м Псалме, божественным словом небеса были сделаны, и духом его уст все воинство. Потому что он сказал, да и будет, он приказал, и они стали. Ну, в общем, это в поэтической форме Псалом написывает, что вся реальность была создана словом Всевышнего. «Все, что содержится…» «Все, что…» «Наверное, вызывает к существованию…» «Вызывает к существованию реальность…» «Всю реальность – это божественное желание…» «Которое проявляется в его речи и постепенно реализуется. Пока он не открывается перед нами в конкретной форме в виде природного мира. А речь, она представляется как основа мира и факт, что есть речь также и у человека, это означает, что это соприкосновение божественного, что в этом, ну, не знаю, поскольку в этом божественное соприкосновение с природным миром. И кроме этого, что у человека есть задача, назначение, миссия, особая миссия в связи с этим. То есть божественная речь, которая создавала мир, она есть также у человека. Я повторю, поскольку я как бы заклиналась. И поскольку она также есть у человека, это означает, что часть Всевышнего существует в реальности, и также означает, что человек должен этой речью пользоваться так же, как Всевышний был, более-менее, как я поняла. В прошлом мы думали, что Бог находится на небесах, но после Коперника и Галилея мы знаем, что это не так. И когда-то думали также, что Бог находится на земле, но после того, как исчезло и дал поклонство из мира, мы поняли, что это тоже не так. Таким образом, где же находится Бог из всего, что мы знаем? Махараль из Праги говорит, что Бог находится в речи человека. Реально из этого вытекает, что тот, кто знает тайну речи, может познать тайну мира, тайну реальности. Что вы на это скажете? Я как раз, если это самое, никто пока ничего не говорит. Я в двух словах перескажу то, что я говорила на недельной главе, на этой неделе, когда у нас было занятие по 70 лет. Весь путь, описанный в книге по Медбару, в пустыне, он также связан с Дибур. Медбар, Дибур – это связан с речью. И все грехи, которые они совершали в пустыне, тоже связаны с неправильной речью, с неправильным изложением, с неправильным высказыванием, начиная с золотого тельца и кончая грехами короха. А в нашей недельной главе появляются неожиданно уже некоторые проблески правильной речи. И одна из них – это песня, которую они поют в колодце. Это интересно, посмотрите сами в свободное время. Если нет вопросов, то тогда мы пойдем дальше. Получается, у нас все названия книг Тора, они связаны с речью. Дворим – это слова. Бамидбар – это тоже там однокоренное. Есть слово Дибур – речь. Воикра позвал, Шмот – имена. Вот только Берешит вроде как-то с речью никак не связано. Ну, она начинается в Йомаре Лукини. Начинается божественная речь. Поэтому это, в общем, как бы да. Да, интересно, конечно. Что я хотела сказать, он спросил сейчас насчет… Фёдор спросил про мораль. Кто такой мораль? Мораль из Праги – это выдающийся философ Равиин Пражский. Помимо Голема, он написал очень много книг. Начал поразить огромное количество сочинений. Он начал писать в 60 лет, как я когда-то слышала. И сочинения его в основном по философии… Но есть у него и комментарии на вторую. Это он написал, по-моему, какое-то огромное множество книг, да? Да-да, огромное множество. Вот такая большая библиотека. У меня только есть парочка. Вот Улам, я когда-то изучала. Потом он написал… У него есть комментарии на Перке Авод. Как же он называется? Ну, в общем, кроме Буро Таше, там очень много очень важных книг. Он действительно очень крупный философ и очень важный для изучения. Но он не всегда простой. Мы продолжим? Видимо, да. Так, тогда я прочитаю следующий отрывок. «Говорят с тобой с небес». Человек всегда может принимать послания, которые приходят свыше. Когда Всевышний сказал Аврааму «Пойди из своей земли», «Говорят хасиды», «Раби Егуда Арье Лейб Альтер Сфатемет». Говорит Сфатемет, что он сказал это всему миру, но только один услышал. Нужно уметь воспринимать намеки. Владыка мира говорит с нами всегда. Жизнь устлана препятствиями и помехами. И часто вещи застревают. И нужно понять, в чем послание, в чем изменение, которое мы должны пройти. Нужно уметь слушать. Белам, например, который считался в своих глазах, знающим высшее знание, но не умел слушать даже послания своей ослицы. Мы не должны идти как конь, как мул несмысленный, как сказано в Таилим 32. Мы должны быть чуткими к потоку жизни, к посланиям, которые проходят через друга, через цветок, через ребенка, который задает вопрос. И из этого мы понимаем ешклита. Ешклита – это такое сленговое выражение. Есть покрытие сети. Когда ловит телефон, говорят ешклита. Либо энклита. Если телефон не ловит, связи, соответственно, нет. Вот такой интересный отрывочек. Да, это приблизительно о том, что мы говорили немножко раньше, хотя в другой связи, что он разговаривает… Он утверждается, тут спрашивает Орли, да? Вопрос в том, что если Аврааму нужно было выйти из своей земли, из Вавилона, из Харана и пойти в землю Израиля, то все остальные люди, о которых была обращена эта речь, откуда и куда они должны были пойти, вот в чем вопрос. Это интересный очень вопрос. Но, видимо, как бы они все могли пойти вместе с ним, кто услышал, но никто не услышал. Могли бы сразу как бы… Это же опять, история не имеет слагательных договоров. Так должно было случиться, что услышал только Авраам. Но могли бы услышать теоретические другие люди и собраться и сделаться народом Израиля. Так, представлю. То есть пойти в землю Израиля из разных мест. Да, да, да. Может быть. Я так фантазирую сейчас. Так не случилось. Но могло бы случиться? Всегда есть какие-то… Как Манитул говорит, он нам неоднократно повторял, что мы читаем эту Тору каждый год и, в общем, знаем, что дальше произойдет. Нам кажется, что только так и могли развиваться события. Но если мы читать ее каждый раз как будто заново, то тогда ты можешь себе представить, что могло быть иначе, могли бы события развиваться совершенно иначе. Человек мог бы не съесть дерево познания, чтобы было… Каин мог бы не убить своего брата, чтобы было… История могла развиться совершенно по-другому. Потом-то за ним ничего мы знаем, что так не произошло. Но вот эти все возможные ответвления тоже можно представить себе, что могло быть иначе. А как иначе? Ну… То есть все вышли бы из своей земли и пошли бы, куда им укажет Всевышний. Да? Это интересно. Но мы не знаем, куда бы они пошли. Может быть, все бы пришли в землю. То есть, на самом деле, это общая идея. Это не то, что Раф Шерки тут что-то выдумал. Есть общая идея такая, что божественный голос, он звучит в свое время. То, что слышит один пророк, слышит и другие пророки тоже. Есть некоторая, так сказать, разница восприятия разными пророками. Только Муше считается пророком таким, у которого совершенно прозрачное восприятие. Он однозначно и правильно понимает пророчество. А другие пророки, мы видим, у них есть параллельные пророчества буквально. У разных пророков есть очень похожие куски. Они говорили об одном и том же, но немного разными словами. Потому что каждый это через свою личность пропускал. Поэтому идея о том, что голос звучит, она общая. И больше того, есть даже такой мидраж или комментарий. Я могу точно вспомнить, был ли такой мидраж. Как понимать слово Леосеф? Когда говорится про Леосеф, когда говорится про их дуб, который женился на Тамаре, там сказано, что он, Леосеф, с ней жить не продолжал с ней жить или не прекращал. От какого корня это слово Леосеф происходит? Не от того, что он от корня добавлять или от корня оканчивать. И то же самое выражение упрямляется по поводу пророчества на горе Зинаи. Леосеф продолжался больше голос. Но есть комментарии, что можно понимать иначе, что он не прекращался. Как он тогда звучал, так он и звучит. Просто мы его не слышали. Я сейчас подумал, что есть все-таки два вида речи. То, что мы говорим, откровение о том, что мы в прошлом отрывке читали, это уже ясная конкретная речь Всевышнего. Но вот то, о чем здесь сейчас пишет Раф, принимать послание от цветка, от каких-то там веяний ветерка и так далее, это тоже речь. Это речь о Сарамамарим, которыми сотворен весь этот мир, вся природа, все вот эти движения. В их основе тоже лежит та же самая речь. И точно так же можно к ней прислушаться и раскрыть внутри нее как раз вот уже десять речений. То есть уже какие-то конкретные направленные на нас послания. Да, я думаю, что можно и так понимать вообще этот метраж, что голос не прекращался, то есть мы его не слышим, но мы его можем услышать другим способом. Через цветок, через друга, через то, что со мной происходит. Мы продолжим или остановимся здесь, как ты считаешь? Я думаю, можно еще один отрывочек почитать. Душа или человек? В книге «Эмуното деот», то есть «Вера и знания» Саадья Гаона, в 6 главе, часть 4, спрашивает Саадья Гаона, «Почему Всевышний не сотворил человека, состоящего только из одной души?» Ведь душа, она знает эту истину, объективную истину, и она не погружена в страдания субъективного познания, которое появляется по причине, что эта душа заключена в теле. То есть субъективность, она происходит от материальной природы человека. Это я от себя узнал. И отвечает Раф-Саадья, если бы Всевышний сделал так, человек не был бы человеком. И главный вызов, челлендж, который стоит перед идентичностью человеческой, это именно связан с субъективными параметрами, с субъективными свойствами, со свойствами субъективности. То есть именно то, что человек воспринимает реальность субъективно, а не объективно, это ставить перед ним, дает ему возможность решать те задачи, это я от себя уже добавляю, который Всевышний перед ним поставил. И это высказывание, в ней есть потенциал большого интимизма, который человек может воспринять. Всевышний готов говорить с ним даже несмотря на все его недостатки человека. То есть Всевышний намеренно создал человека с недостатками и именно с таким субъективным, с таким материальным творением он и заинтересован общаться. А это все? Да, это все. Дальше уже другая атрибука. Потому что? Если человек был бы совершенным, то он был бы таким же, как Всевышний. А поскольку человек ограничен, он именно другой. А с другим как раз интересно вести диалог. Это да. Ну, например, ангелы какие-то, силы другие, которые существуют. Которые, в общем, безусловно, не имеют никакого телесного воплощения. И, видимо, должны воспринимать мир объективно. Я включился неуместно, наверное. Да, Александр, есть какой-то вопрос или добавление? Да, вы знаете, догадка. Посетил догадку. Ведь если человек был бы создан как духовное существо, тогда он бы не мог существовать в формате времени. То есть в формате существования одно после другого. Если бы он не мог существовать во времени, он тогда бы не смог и сам меняться, и, следовательно, не мог бы изменять мир. Насчет времени я не уверена, а насчет того, что он тогда бы не смог не изменять мир, это совершенно правда, конечно. Но ведь в духовном мире, насколько я понимаю, времени быть не может. Ни при каких. Это я не знаю. Это просто я не знаю. Ангелы, например. Они как бы соотносятся со временем. Да, мне кажется. Это часть творения. Но, во всяком случае, по Медрашам, ангелы там созданы как некая часть творения. То есть относятся к этому миру. Не к миру, который вне времени. Который мир всевышен. Ну да. Но я, опять же, не специалист по ангелам совершенно, но у меня такое ощущение. И в Медраши их так описывают, что Бог как бы находится в диалоге с ангелами. Я вообще не знаю, что такое ангел. Теоретически те люди, которые реалисты, говорят, ну ангел – это просто сила. Например, ангел тяготения. Ну и законы природы. Вполне возможно. Да, я не знаю. Ну, допустим. Но если так, то они действительно существуют в мире времени. Но мы здесь можем только гадать. Да, да. Это не так уж важно. Но я не уверена, что нельзя было создать духовную сущность, которая не привязана ко времени. Но именно вот то, что человек несовершенен, дает ему возможность быть парнером Всевышнего. Исправляться, и исправлять нет, как Вы сказали. Совершенно верно. Спасибо. Нет, ну то, что Александр сказал, что изменения, они неразрывно связаны со временем. Да, ведь мы не можем говорить об изменениях без в принципе. Да, конечно. Это, конечно. Это безусловно. Время именно для того и создано было, чтобы в этом мире, чтобы дать нам возможность исправиться. Это, между прочим, касается и каждого нас в отдельности. Да? Ты можешь ошибаться, но у тебя есть время, чтобы исправиться. Эра Хапаин, то, что сказано, да? Болготерпеть все очень. Это вот оно поразительно. Он дает время для исправления, для дшувы. Да, да, да. Время работает на нас. В каком-то смысле. Да. Ну, дает нам возможность. А там уже дальше мы сможем ее реализовать или нет. Ну, может быть, здесь остановимся тогда, потому что должен быть урок мейеров, мне кажется, да, после нас. Нет? Да, да. Дадим возможность людям выпить, тем, кто хотят присоединиться к уроку. Спасибо всем большое за участие. Если есть еще вопросы, мы готовы углубиться или обсудить. Нет? Спасибо всем большое. Хорошо. Тогда всем большое спасибо и ждем до следующей встречи. До свидания. До свидания.